Добрый день дорогие друзья! Нас сегодня радует солнышко и летние пейзажи, тем не менее не за горами осень. И я приглашаю вас на концерты киноконцертного зала «Панорама», которые состоятся этой осенью. 23 сентября на сцене киноконцертного зала «Панорама» выступит легенда российского рока группа «Калинов мост». Лидером и автором подавляющего большинства песен, который является Дмитрий Ревякин. Музыкальный стиль коллектива многие журналисты определяют как фолк-рок, однако сами музыканты предпочитают говорить, что просто играют песни. Везде пели, тогда пели везде. Мы на переменах пели в школе, то есть перемена начиналась, мы начинали петь какие-то песни. Это было, ну как, это было общее правило, такая атмосфера была песенная. Всем известно, что река Смородина и Калинов мост часто упоминаются в славянской мифологии. Еще говорят, Калинов мост – это горького опыта мост. В старину считалось, если приобретешь мудрость, которую надо из реки жизни добыть, то найдешь, чего искал. Но прежде надо на Калиновом мосту в бой вступить чудищем многоглавым. И у каждой головы есть свое название – лень, зависть, чревоугодие. Да сколько их еще? Не каждому удавалось перейти через Калинов мост. Не каждому по зубам этот рубеж. Казалось бы, эта тема под силу возрасту, а нет. Я три года дома не был, с ботей в баню не хотел. Видел я чешуе небо, изнасил мундир Дадыр. В 1986 году молодые ребята под руководством Дмитрия Ревякина называют свою группу «Калинов мост», явно вкладывая огромный смысл в это название. Сегодня Дмитрий Ревякин серьезно погружен в христианскую веру, но не спешит на себя называть православным. Как выразился сам музыкант, встретить православного человека ему пока не довелось. Кто на пути? Кто пытается отыскать путь? Хотя история коллектива началась намного раньше, чем возникло известное всем название. В 1984 году студенты Новосибирского электротехнического института Дмитрий Ревякин и Дмитрий Селиванов, не пройдя отбор в художественную самодеятельность, решили создать собственную рок-группу. Уже в конце декабря 1986 года группа записывает свой первый альбом, который распространялся по стране на магнитных лентах. Однако до начала 90-х годов выступления группы чаще всего проходили в родном Новосибирске. Засвистим, защёлкаем, проперёд, до гостей, до кончей, до вымра два. Шуете печенками грозный смех русских колокольчиков. С подачи лидера группы «Алиса» Константина Кинчева, познакомившегося с Дмитрием Ревякиным во время новосибирских гастролей, «Калинов мост» приезжает в Ленинград, где в качестве гостя выступает на 6-м фестивале Ленинградского рок-клуба. Однако особенно успешным было выступление коллектива на знаменитом фестивале в Подольске, который состоялся в сентябре 1987 года. Именно оно принесло «Калиновому мосту» общесоюзную известность. Студийная деятельность группы началась в 1988 году. В это время Дмитрий Ревякин познакомился со Стасом Намином, который сделал ему предложение о сотрудничестве. Надо сказать, эта дружба двух незаурядных личностей продолжается и по сей день. Просто меняются приоритеты у людей, и всё. Ну, кто-то не тянул, конечно, там, потому что вот вы спрашивали, как вот вы за эти годы там. Ну, конечно, и понимание возникло, что требуется тебе, как кто играет. Ты же не можешь там любого взять, там, какого-нибудь, там, не знаю, там, Мальмстима, да, к себе в группу и играть с ним. Понятно, что это, что он не справится, и мы не справимся. Для группы «Калинов мост» 90-е годы выдались сложными. Музыканты прошли путь от всесоюзной известности до полного забвения. Надо сказать, что за время существования «Калинов мост» выстраивает собственную вселенную, объединяя традиции русского песенного фольклора и рок-музыку. Вот уже более 35 лет солидные сибирские музыканты во главе с Дмитрием Ревякиным объединяют высшее достижение коллектива. На сегодняшний день «Калинов мост» остается действующей группой. Регулярно играющие концерты и записывающие студийные альбомы. С 2006 года коллектив остается в неизменном составе, как отмечает Дмитрий Ревякин, и может справиться с любой поставленной задачей в плане музыки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 До встречи в киноконцертном зале «Панорама». Оставайтесь с нами, заходите на наш сайт, будьте здоровы и счастливы, и будьте всегда в центре событий. Редактор субтитров А.Семкин